Приучаем к себе к новой модели и находимся в спокойном, уравновешенном, достойном состоянии, с четким пониманием от меня, куда я иду, на меня, что идет. И вот следующее, для того, чтобы еще силы освободить, еще больше понимать, что происходит, вам нужно написать вот эти сценарии честно. И прояснить для себя, что вам нужно, что не нужно. Что интересно и продуктивно, и перспективно. А что неинтересно, не продуктивно и не перспективно. И это решение поможет вам первое, что сделать, научиться самому себе показывать и доказывать, что я могу по собственному решению, по собственному обстоятельно принятому, такому объективному пониманию, что вот это мне нужно, вот это не нужно. Почему навязчивая система в нашем обществе, она подразумевает обременение человека настолько, что он бедной головы поднять не может. Это может быть сотрудницы какие-то на работе, это может соседка быть, ну вот все, сестры, братья, ну я не знаю, друзья, товарищи, одноклассники, какие-то любимые там эти вконтакты, еще там какая-то хрень. То, от чего вы уже так или иначе чувствуете, что вы зависаете. Где нет, началом не нужно это сделать, где это не входит в ваш распорядок дня, собственно говоря. На первый взгляд люди, когда им об этом начинаешь говорить, они говорят, как это, у меня не будет своего времени, у меня вообще там что-то не будет. И никогда не хотят увидеть, как много времени, сил и лет, собственно говоря, они тратят вообще на ненужные вещи. Самая дорогая валюта в этом мире – это внимание. И если вы без конца переключаетесь по чужому щелчку и начинаете делать, совершать действия, которые вы не осознаете и которые вас заставляют делать другой человек, так или иначе, принуждая, там, заманивая, там, обезуясь или еще как-то, неважно формат какой-то, вы всегда, почему люди так быстро ломаются, потому что, не осознавая, по какой причине он включает собственное действие, собственное время, получая другой результат, это всегда так называемые обманутые ожидания, всегда разочарование, и всегда защитно возвращаемся на оборону и всегда включаем вот эту пресловутую такую детско-юношескую роль, что все кругом виноваты, и я как протест делать ничего не буду.